Добрый вечер на ТНВ новости в субботу в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. 200 дней и ночей. Как в Татарстане отметили годовщину победы под Сталинградом Лина Зинатолина. Чтобы молочный бизнес не прокис. Мы должны договориться, этому трейдеру помогать, но он должен держать ту цену, которая справедливая цену, которая должна быть. Как поддержат молочных фермеров, пока цены не дают роста. У Альбины Минебаевой. Сурок увидел свою тень. Больше прогноза погоды доверяем. Сбудутся ли предсказания суркофила на долгую зиму и что об этом говорят другие звери? Расскажет Рамиль Шайдуля. 45, выглядеть на 20. Когда я стану бабушкой, я буду такая же красивая и покорю мир. Супер бабушкой мира познакомилась Алина Бережнаев. У тебя палитра боевых действий. Я попал в Хармах, в другую, в живот, а он мне был очень больно. На чемпионате по Волжье по фейнболу побывал Сергей Хайдаров. За Волгой для нас земли нет. Это слова участников Сталинградской битвы. Сегодня десятки городов страны присоединились к всероссийской патриотической акции «Россия в моем сердце». Она посвящена 75-летию победы в переломном для Советского Союза сражении. Тысячи людей сегодня чествовали ветеранов и вспомнили уроки истории. И минутой молчания почтили память погибших. О тех, кто помнит, знает и гордится. Лина Зинатолина. Цветы к вечному огню и светлая память с тем, кто 75 лет назад начал путь к освобождению мира от фашизма. Именно победа под Сталинградом считается днем, когда расстановка сил на полях войны бесповоротно изменилась в нашу пользу. Об этом сегодня говорит участник Великой Отечественной Борис Кузнецов. Мы потеряли много наших ребятишек, которые участвовали в этих сражениях. Но однако мы победили! Немцы перешли в стратегическую оборону. Все. Они выдохлись и наступил коренной перелом не только в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне. В Парке Победы сегодня сотни людей, ветераны, военные и простые казанцы с флагами и знаменами в руках. Холодно, но не так холодно, как на берегах Волги 75 лет назад. Погибавшие солдаты превращались в ледяные глывы и уже мертвыми выполняли свой воинский долг, принимая на себя пули и осколки гитлеровцев. Дай Бог молодежи этого не узнать. Не знают ужасов войны, но подвиг предков не забудут. Сюда пришли с детьми и внуками. Только через такие мероприятия мы сможем сдержать в памяти то, что было у нас в прошлом. Звучат военные песни, дымят печи и полевых кухонь. Здесь все напоминает о Великой Победе, а где-то можно даже встретить красноармейцев. Снаряжение, вооружение полностью реалистично со складов времен Великой Отечественной войны. Именно так рядовые зимой одевались. Очень тепло в этом, несмотря на то, что кажется, что очень тонко. Одевайте и все вместе сфотографируемся. Военное снаряжение примерили и заинские школьники. В городе годовщину Сталинградской Победы отметили митингом у памятника неизвестному солдату. На Мамаевом кургане в камне высечены слова. Железный ветер бил им в лицо. Они падали и поднимались. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? Я желаю вам быть достойными подвигов ваших великих дедов. Как никто знают цену Великой Победы те, кто ее ковал. Один из участников битвы под Сталинградом сегодня живет в Елабуге. Мулан Азипов отметил уже вековой юбилей. Вот у нас инженерка была, так она меня, ну-ка, я тебя погадаю, посмотрю, посмотрю, о-о-о, живой останется. Четыре раза будешь ранен. Откуда он узнал? И так и четыре раза ранен. Я видела, как тогда они брели, брели о кочанях. Родина-мать, солдатские письма и хроники. В Челнинском ДК «КамАЗ» они легли в основу литературно-музыкального спектакля о Сталинградской битве. В зале школьники, на сцене профессиональные актеры. Ну, сверхзадача вот этой постановки, это напомнить, что как хорошо жить без войны на свете. Он до сих пор щиплет. Вы представляете? Йод в бутылочке – дорогая реликвия. В музее Нурлата вещи с полей Сталинграда. Их теперь показывают школьникам. На памятной встрече и поисковики. Похоронки тех, кого считали пропавшими без вести, через 75 лет вручили родным. Ильхам Курамшин теперь сможет поехать к могиле своего деда. В Сталинградской битве Татарстан потерял больше 20 тысяч бойцов. По всей республике их почтили минутой молчания. Лина Зинатольевна, Игорь Романов, Ильшат Аюбов, Альберт Шафигулин, Зуфия Галиулина, Рушат Залялов, Ирина Сушилова, Ирина Гениатов, ТНВ, Татарстан. О Сталинградской битве и параллелях с современными реалиями. Сегодня в Казани об этом говорил и Александр Михайлов. Отставной генерал-майор ФСБ и генерал-лейтенант полиции. Один из самых медийных и авторитетных специалистов России в области госбезопасности и внешней политики. Гость заявил, что сегодняшние санкции и атмосфера вокруг нашей страны тоже битва, только политическая. И нам важно не только выстоять, но и перехватить инициативу. Рассуждение федерального эксперта выслушал Дмитрий Аринин. Каждые 6 секунд на Мамаевом кургане погибал человек. Этот факт Сталинградской битвы особенно поражает Александра Михайлова. Как говорит генерал, трудно себе представить подвиг нашего народа, который выиграл это сражение. Очень сложно оценивать, даже представить себе невозможно, каким образом можно было зимой переправляться через Волгу, для того, чтобы держать плацдарм, не подпуская немцев к этой реке. Сегодняшнюю ситуацию в мире, и в частности санкции, и различные давления на нашу страну, эксперт тоже считает битвой, только политической. Мы должны понимать, что на сегодняшний день мы живем практически в таких же фронтовых условиях, только в политических фронтовых условиях. И нам очень важно в этой ситуации не только выставить, но и перехватить инициативу. Как считает генерал, нашей стране нужно научиться побеждать неприятеля не только на поле боя, но и на дипломатической и юридической арене. И это в особенности относится к ситуации вокруг российского участия в Олимпиаде. Мы вот, наверное, научились бороться с террористами в Сирии, но мы еще не научили бороться с этими всякими моськами, которые начинают открывать рот на Россию и пытаются использовать свои ресурсы для того, чтобы унизить, оскорбить российских спортсменов. Как еще говорит Александр Михайлов, Великая Отечественная война сплотила наше общество и показала народу его мощь. И такую веру в себя неплохо было бы перенять и в современном россиянам. Дмитрий Айринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. На Татарстан идет, возможно, самый сильный снегопад в истории. С воскресенья по понедельник по всему Центральному федеральному округу России объявляется штормовое предупреждение. МЧС Татарстана уже разосало СМС-сообщение. Погода и дорожные условия резко ухудшатся. Все начнется с западных районов. Впереди метель, мокрый снег, гололед и сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Возможен сход снега с крыши зданий. На дорогах ожидается сильная гололедица. И Фил не увидел весны. Самый известный предсказатель погоды Сурок из Пенсильвании напророчил долгую зиму. В день Сурка он увидел собственную тень. По традиции это значит зима будет долгой. А татарстанцы пытаются разгадать прав ли зверек. Ведь от холода уже приходится в домах топить печи и переносные радиаторы, что чревато пожарами. А что если Сурок прав? Рами Шайдулин. Это Фил и ему 170 лет. Все эти годы он самый известный оракул погоды. Его прогнозы точны на 40%. А имя на устах у всего мира в день Сурка Фил увидел свою тень. А значит весна еще не скоро. А это енот Ася и ей 3 года. Но в зоопарке считают, что она точнее всяких там Сурков. Погоду Ася предсказывает чуть ли не каждый день. Если потеплеет, то она изнывает от жары. А если ждать холодов, то уходит в мини-спячку. Она свернулась к калачикам и уже прячет нос. Закрывается полностью хвостом. Мы сразу уже понимаем, что завтра будет уже более прохладнее. По прогнозам гидромедцентра, завтра в Татарстане до 4 градусов мороза. По осеннему прохладно и по зимнему заснежено. Прогноз погоды у меня только в айфоне. И он очень часто меняется. А что касается дня сурка, мороза и так далее, у нас всегда зимы такие. Говорят же, если, например, метель, то весна быстрая. Иногда прислушиваешься, конечно. Но больше прогноза погоды доверяем. А вот пенсионеры из Зеленодольского района больше верят МЧС. Сегодня спасатели ходят в рейды к одиноким бабушкам, дедушкам и многодетным семьям. С холодами возрастает риск пожаров. Спасатели призывают топить аккуратнее. Это молодежь сейчас не больно подчиняется, не больно слушает. А мы еще послушны. Все, что нам скажут, мы все исполняем. Получается, что с прогнозами от Фила можно и поспорить, обратившись как к другим народным приметам, так и официальным прогнозам и даже самым большим городским термометрам. Когда цирк откроется после реконструкции, ежедневно его купол начнет показывать погоду на завтра. О чем заявили в ГИСУ. Дважды в день цирк будет получать информацию из татарстанского гидромедцентра. Да, она будет на теплой красном подсвечиваться, на холодной синим. А сейчас видим нейтральнее, видим комфортно в такую погоду. Белым купол останется до самой весны. Первых прогнозов ждать только в марте. Несмотря на приметы и предсказания, весны в Татарстане ждут все же календарный. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань, Зеленодольск. Чтобы цена молока закипела, в правительстве республики начали обсуждать варианты большего заработка молочных фермеров. Закупочная цена по сравнению с прошлым годом снизилась в среднем на 5 рублей. В итоге сельхозкомпания в январе не досчитались 400 миллионов рублей. Кто снимает сливки, пока фермеры теряют доход Альбина Менебаева? Пейте, пейте молоко, будьте здоровы! Лучше этой советской песни рекламу для фермеров и не придумаешь. Но от знаменитой фразы «Пейте, дети молоко» в карманах сельхозпроизводителя рубли не прибавляются. Ныне сельхоз озвучил цифры, которые без ножа режет молочный рынок республики. Денежная выручка от реализации молока у сельхозпредприятий республики по сравнению с тем же периодом прошлого года стала примерно на 400 миллионов рублей меньше. Раньше 22 было, сейчас 17. Вот такая закупочная цена сбивает и вкус к бизнесу, а в некоторых случаях и банкротит в ряде районов республики. Молоко закупают всего за 15 рублей, где-то еще ниже. При этом расходы на топливо и коммуникации только в плюсе. Ситуация критическая, говорят депутаты, ценность сбила сухое молоко белорусского привкуса. Эта молочная продукция должна была транзитом уйти в Казахстан и в Киргизию, то есть мимо России транзитом. Но заехав на территорию России, дальше оно до адресатов не доехало и выгружались они на молочных заводах в нашей стране. Депутаты намерены призвать к ответственности коллег из соседней страны, но фермеры долго ждать не могут, иначе бизнес прокиснет. По версии Минсельхоза республики, часть ответственности на посредниках. Президент призвал поддержать тех, кто нацелен на межрегиональный сбыт. Также в правительстве призвали производителей полночной продукции наладить прямые поставки от фермеров. Снижение, оно безусловно присутствует, и оно обосновано в первую очередь тем, что происходит снижение на готовую продукцию. В первую очередь на сухое молоко, сыр, масло. И такой сухой или околомолочной продукции крупные производители используют до 70%. Казанский молочный комбинат работает только с фермерами. В планах расширять производство. В настоящий момент Казанский молочный комбинат принимает порядка 120 тонн молока ежесуточно. В феврале мы планируем увеличить до 150. Из бюджета республики направят больше 300 миллионов рублей на поддержку молочных ферм. Каждая корова будет профинансирована от 2 до 4 тысяч рублей, чтобы в Татарстане молочный сельхозбизнес не прокис. Альбина Менебаева, Лисан Сабирова, Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Рустам Мениханов сегодня принял участие в большом событии для мусульман севера России. В Архангельске открыли мечеть точную копию утраченного исторического здания 1905 года. Это самая северная мечеть страны. Президент Татарстана с главой региона обсудил и перспективы сотрудничества. О чем договорились Радик Фархулин. Мы воссоздали нашу историческую мечеть. Этого события в Архангельске ждали середины прошлого века, когда местную мечеть отдали под светские нужды. В 2014 году деревянная постройка и вовсе сгорела. Новая Архангельская мечеть точно копия прежней. Она уникальна. Построена в северном стиле из бревен. Это самая северная мечеть в нашей стране, может быть, в мире. И, конечно же, здесь есть зодчество деревянное, традиции ислама российского. На открытие приехали гости из разных регионов страны. Делегацию Татарстана возглавил Рустам Миниханов. Восстановление мечети было профинансировано объединением Нур-Ислам при поддержке республиканского правительства. Как отметили, это яркий пример взаимодействия двух российских регионов. И сегодня мы присутствуем при возрождении исторической мечети города Архангельска и Архангельской области. Это воистину большое и очень важное событие абсолютно для всех. После торжественной церемонии в мечети первый намаз. Его провел главный муфти России Равиль Гайнудзин. С Архангельской областью Татарстан связывают многое. В минувшем году здесь спустили на воду подводную лодку «Казань». Ежегодно в Архангельске проводятся татарские «Сабантуй». Сейчас товарооборот между регионами составляет 4 миллиарда рублей. На встрече с главой Архангельской области Игорем Орловым наметили ряд направлений сотрудничества. Татарстан может поставлять КАМАЗы, суда, продукцию и нефтехимии. Республике же выгодно получать целлюлозу, картон и рыбу. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Давид Абдулин, ТНВ Архангельск. Успеть за 24 часа. Самые талантливые молодые программисты республики съехались на образовательный хакатон в Казанский IT-парк. 11 команд и 30 участников. Задача создать телеграм-бот для студентов Университета талантов. Кто лучший программист? Об этом далее. Подгадываю презентацию. Каждый занимается своим делом. Такова суть работы в команде. И только так можно решить поставленную задачу за сутки. Нужно создать телеграм-чат. Эти ребята успели сделать больше, чем требовалось. Сделан итог самого работы, как интерфейс общения человека. У меня административная панель, где представители заказчика могут заводить интересующие события, например, мероприятия, новости и рассылать своим студентам. Это своего рода олимпиада по программированию. Здесь лучшие их 30 человек со всей республики разделились на 11 команд. Подобные хакатоны разбивают сразу несколько компетенций, говорят организаторы. А это IT-парк совместно с Университетом талантов. Мы тем самым продвигаем свои программы по программированию. То есть мы помогаем донести до школьников, студентов, младших курсов, донести те принципы, которые есть сегодня у нас в IT-академии. Тот подход, который мы демонстрируем, наставниками в этом хакатоне являются наши преподаватели. Эти ребята, которые сейчас предложили лучшее решение, мы с ними будем его дорабатывать, чтобы они, имея больше времени, имея больше ресурсов, приготовили продукт, который мы будем использовать. Все участники хакатона получат приглашение стать студентами IT-академии Университета талантов, а команда «Победитель» представит свой продукт перед первыми лицами республики. Альбина Слагараева, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Самая красивая бабушка живет в Сатарстане. Жительница Казани Илья Гарипова завоевала титул вице-миссис на международном конкурсе «Бабушка-вселенная» в Болгарии. Соревновались 25 женщин со всего мира. Каково это быть дедушкой для самой красивой бабушки, спросила у мужа победительницы Алина Бережная. Татарский национальный танец о любви и семейных ценностях. Им покорила Илья Гарипова жюри международного конкурса «Бабушка-вселенная». В роль бабушки вошла. На ногах татарские ичиги, на голове колфак. Одета в длинное платье с расписным камзолом. Среди 25 бабушек мира Илья была самая народная. Очень приятно показать миру наш танец национальный, наш национальный костюм, наш колорит. Любящий муж, трое детей и внук. Семья – главная ценность самой красивой бабушки. Ей 45. Признается, эликсир молодости в здоровом образе жизни, семейном благополучии и оптимизме. А главная поддержка и опора – муж Айрат. Впрочем, он и есть дедушка рядом с самой красивой бабушкой. Постоянно компромиссы, причем маленькие, которые тебя потом не будут изнутри сжигать. Вместе мы одна из Илья. В 2006-м Илья на конкурсе «Начхибил» стала самой красивой женщиной Татарстана. Тогда-то и появилась мечта покорить вселенную. Цель моя достигнутая – я стала самой красивой женщиной Татарстана. И была такая цель, что если я стану бабушкой, я буду такая же красивая и покорю мир. Вот моя мечта сбылась. Высший титул благодаря красоте завоеван, а красоту души Илья не первый год дарит детям и благотворительному фонду борьбы с инсультом. Такая она – бабушка 21 века. Алина Бережная, Рина Цаффин, ТНВ, Казань. Желтый в голову, красный в сердце – битва, в которой главное оружие – стратегии краска. Сегодня в Казанском центре пейнтбола встретились лучшие спортсмены со всего Поволжья. На Казанской площадке все максимально приближено к боевым действиям. Всю палитру увидел Сергей Хайдаров. Выстрел за выстрелом, перезарядка и снова в игре. Настоящие боевые действия развернулись сегодня в центре по пейнтболу. Несмотря на то, что вместо пуль бойцы стреляют шариками с краской, без травм не обходится. Радику Узбекову о недавней дуэли будет долго напоминать ссадины на лбу. Я ему попал в харнес, в живот, а он мне в лоб. Был очень больно. Как вы в этот момент неужели без маски были? Нет, я был в маске, она закрывает лицо, но я снимаю шапку, потому что в шапке я не слышу, что кричат мои сокомандники. Общение с партнерами, точность действий и тактика ведения боя. Без этого в такой битве не победить. Многие спортсмены тратят на подготовку не только все свободное время, но и деньги. Не знаю, как в других городах, у нас в Самаре нет спонсоров, которые хотя бы покрывали какую-то часть. Ну хотя бы проезд, либо часть шаров. И поэтому со временем люди уходят, потому что они не могут тянуть как бы и семью, и спорт. В среднем один бой по пейнтболу длится около двух-трех минут, но для некоторых участников он может закончиться за считанные секунды. Ведь правила здесь приближены к реальному бою. И для того, чтобы ты выбыл, нужен всего один точный выстрел. После такого попадания игрок обязан покинуть площадку, подняв руки вверх. Но некоторые пытаются схитрить, стирают краску и продолжают бой. Судья с диагонали видел это поражение, прибежал, а на нем нет фляксы. После этого он, соответственно, был наказан штрафом три за одного. И еще дисциплинарным взысканием в плане того, что он должен отсидеть еще две игры. После этого нельзя ему выходить на поле. По итогам стрельбы определится команда-обладатель кубка. Именно она и отправится представлять Поволжье на всероссийский чемпионат по пейнтболу. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Они погибают не от выстрелов. Холод и голод враги птиц. Из десяти синиц зиму переживает лишь одна. Энергии не хватает на обогрев, но пернатым можно помочь. Как инструкцию к применению совместно с юными натуралистами подготовила Алла Рыкова. Уже с ноября на улицах стали появляться птичьи столовые. Многие из них износились из-за погодных условий. Сегодня мы с воспитанниками эколого-биологического центра сделаем небольшие кормушки. Нам понадобится картон, клейстер из муки и угощения. На ура пойдут семечки, крошки белого хлеба и несоленое сало. В кормушку нельзя класть. Соленую еду и большие вещи. Еду большую. Орехи и черный хлеб. Кормушки могут быть разными. В ход идут пластиковые бутылки, дерево и даже пакеты из-под молока. Самое главное, за кормушкой нужно ухаживать и не забывать подцепать корм. Вот это самое главное. Птицы привыкают. Их начинают подкармывать еще осенью. И они привыкают к кормушкам, прилетают. И если там не будет по какой-то причине корма, раз-два прилетят и больше они уже сюда не будут прилетать. Чтобы этого не допустить, кормушку желательно не перевешивать. Тогда радоваться прилету пернатых можно будет не один год. Вот такая красота у нас получилась. Скоро сюда прилетят первые гости. Птичья столовая начинает свою работу. Алла Рыкова, Ольга Нестерова, ТНВ, Казань. А сейчас время обзора всего самого интересного в интернете. За неделю яркие события, неожиданные темы и уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике в сети. Всем привет! Мороз и солнце, день чудесный. И что ж ты дремлешь, друг прелестный? Бегом на рыбалку! Что, собственно, и сделали герои нашего первого видеоролика. Такого я еще не видел. Вообще огонь. Как леточки у нас жарятся? Все нормально. Привет, Казань. Казалось бы, вообще трэш. И сразу в комментах все начали обсуждать. Как так? Многие думают, что это фейк. А кто-то говорит, что это специальные дома, которые размещают на речке или озере для удобной рыбалки. А что? Дом поставил, прорубил лед и вперед рыбачить. Не знаю, где это конкретно, но идея немножечко даже гениальная. Причем, если приглядеться, то удочки у них как будто вообще игрушечные, из детского мира. Так что можно смело заявить, рыбачить может каждый. В Казани пользователи выложили в сеть фотографии, как они 31 января наблюдали голубое кровавое суперлуние. Впервые за 152 года полнолуние, голубая луна и кровавое лунное затмение произошли одновременно. Выглядит красиво, что, собственно, и пишут пользователи под своими фотографиями. В следующий раз такое можно наблюдать 31 декабря 2028 года. Кто еще видел красную луну, узнаем в нашей постоянной рубрике в сети с президентом. Индекс площадей свободы показывает, что на этой неделе 6 площадей свободы у Рустама Миниханова. Причем все они темные, а вот в день кровавой луны площадь свободы светлая. Совпадение? Ладно, согласен, уже из пальца вот эту связь высасываем. Также президент сообщил всем об открытии нового логистического центра почты. В комментариях пользователи желают этому центру скорости, скорости и еще раз скорости. Детский сад. Все мы туда ходим. Время идет, и сейчас детские сады есть совершенно разные. И вот недавно появился новый детский сад. Угадайте, какой? Не угадайте. Крипто-садик! Что? Да-да, крипто-садик. Это вообще что-то новое. Обучать детей грамотному отношению к финансам. Вот, и все это в различных понятных им вещах. Скажем так, например, курс морковки на бирже зависит у нас от разных факторов. Это сколько у нас их в игре, какое настроение у зайчика и многое другое. Курс чего? Курс морковки. Не знаю даже, как отреагировать на это, но многие пользователи считают, что это фейк. СМИ считают, что это вирусная реклама криптовалютной платформы. Посмотрим, что будет дальше. Конечно же, в сети бурно обсуждают конфликт Максима Шевченко и Николая Сванидзе, которые в прямом эфире радио подрались из-за споров о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Ютюб идет, уважаемые! Вы что творите? Так! Господа, прекратите! Вы что делаете? Два журналисты уже не в первый раз встречаются и не в первый раз их мнения расходятся. Что можно сказать о пользователях? Они тоже разбились на два лагеря. Причем обсуждение в сети до сих пор идет. Набирает популярность в мире ролик, как взрослому мужчине впервые в жизни делают укол. Пользователей больше всего забавляет реакция мужчины на весь этот процесс. Смотря на него, уж сам невольно начинаешь бояться. Театры плачут по таким актерам. Укол еще не сделали, а криков... И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы в Яндексе. Первую строчку занимает премьера фильма «Бегущий в лабиринте». Я еще не смотрел, поэтому пока без комментариев. На втором месте Людмила Сенчина. Народная артистка ушла из жизни 25 января. И на третьей строчке расположилось лунное затмение, которое теперь можно будет увидеть уже лет через 10 минимум. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, видео, комментируйте. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Впереди прогноз погоды, а я же прощаюсь. Всего доброго и хорошего выходных. Триумф есть высшая награда тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22 66 100. Лечение катаракты от 35 тысяч рублей. Клиника «Кузлярь». Ноль беспокойств, ноль проблем, ноль сложностей и шесть. Шесть тысяч вариантов на выбор. Автомобили с пробегом в Транстехсервис. Чистая сделка на шесть тысяч вариантов. Подробности на сайте ТТС.ру. На седьмом десятке мои суставы в порядке. Ежедневно втираю гель «Лошадиная сила». И на «Марко за гроши» в автоцентре «Марко». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». Четыре пятерки, три семерки. Зимняя распродажа в салоне «Мехополис». Скидки на норковые шубы до 50%. На все пуховики до 20%. «Мехополис». Иксель, третий этаж. Сейчас или дороже. В феврале берите «Ниссан» с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марко Казань». Звоните. Четыре пятерки, три единицы. Время новостей о погоде на ТНВ. Здравствуйте. Спонсор выпуска изготовитель «Корпусный мебель» на заказ. Компания «Данил Мастер». Весь февраль «Данил Мастер» дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. «Данил Мастер», «Казань», «Восстание 23». Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Теплый атмосферный фронт принес в республику значительное потепление. По-прежнему ожидаются осадки, местами даже снег с дождем. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке республики облачная погода сохранится, температура повысится до 3 градусов мороза. На северо-востоке будет пасмурно, ожидается снег и до 1 градуса ниже 0. На севере республики тоже пройдет снег, и температура воздуха составит тоже минус 1 градус. На северо-западе температура повысится до 0 градусов и пройдет снег. На юго-западе республики будет еще теплее. Там температура воздуха составит плюс 2 градуса и ожидается снег с дождем. В центре республики будет пасмурно, пройдет снег, температура воздуха составит минус 1 градус. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. В Казани потеплеет до 0 градусов и пройдет снег. Ветер южный и порывистый. Атмосферное давление составит 852 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 94%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.